Давайте я расскажу, зачем я хочу поговорить, рассказать про эту тему. Слайды на английском языке будут. Почему? Потому что я рассчитываю презентацию прочитать еще в нескольких местах. И, если честно, мне просто было лениво делать сразу на русском и английском отделе. Но, в принципе, я все буду проговаривать. И какого-то нечеловеческого уровня английского здесь вроде бы не требуется. В DTR по ходу работы я, по большому счету, занимаюсь двумя вещами. Первое. Я помогаю людям чинить системы, которые сломаны по тем или иным причинам, таким или иным образом. И дизайнить новые системы таким образом, чтобы они не были сломаны. Существует некоторое количество, скажем так, хорошую систему задизайнить очень просто. Не надо делать плохих вещей. Как только вы сделали систему, которая не содержит плохих вещей, в общем, все хорошее, оно само-само задизайнится, грубо говоря. Проблема в том, чтобы плохих вещей не делать, и это не всегда просто. Есть какие-то совсем смешные антипаттерны. Есть какие-то вещи, про которые я, в общем, хотел бы рассказать, но нельзя. Но есть ряд вещей, которые, в общем-то, достаточно дженерик, и с которыми достаточно легко столкнуться в дизайне практически любой современной системы. Про них я как раз хотел бы сегодня поговорить. То есть в докладе будет несколько технологий, которые современные, которые хорошие, не поймите меня превратно. То есть все, о чем я буду рассказывать, оно все хорошее, нужное и правильное. Но не все хорошие, нужные и правильные вещи надо использовать во всех проектах. Вот ровно про это я хотел бы рассказать. Первое, про что хотел бы рассказать, это докер. Докер на самом деле совершенно классная технология. До ее появления при деплое систем на продакшн возникало очень много разных сложных, неприятных вопросов, связанных с конфликтом версии, с какими-то непонятными депенденсиями, зависимостями и так далее. Докер позволяет вам упаковать какой-то слепок состояния системы в продакшн, его выкатить и там запустить. И на одной вимке у вас никаких особо конфликтов не будет. То есть в этом смысле докер абсолютно классная штука. То есть до докера это делалось просто каким-то там чудовищным образом. Некоторые вещи, например, в линукс-системах нарешались вообще никак. Одной программе требуется библиотека версии 1, другой библиотека версии 2. И они несовместимы. И все. То есть вместе задеплоить их нельзя практически никак. То есть докер абсолютно классная штука. И сейчас, в общем-то, пошло по ветре деплоить вообще все через докер-контейнеры. То есть вы пишете докер-файл, пакуете весь ваш код, вот эту исполняемую среду в какой-то докер-контейнер, и это все дело катите на продакшн. Возникает вопрос, стоит ли так делать везде, с любой системой. Мое мнение, что нет. Не всегда. Поясню. Вот здесь на картинке, сейчас я так встану, чтобы самому видеть, на картинке нарисована типичная композиция декеризированного приложения, задеплоенного в облако, в амазоновское облако. И вот здесь вот прямоугольниками вы можете видеть слои изоляции, которые, собственно говоря, у нас есть. Самый большой прямоугольник – это физическая машина. Дальше у нас идет операционная система физической машины, потом амазоновский виртуализатор. Блин, он почему-то два раза написался. На самом деле второй бокс – это должен быть хост виртуализированной машины. Потом у нас идет докер-контейнер. Потом идет, если мы говорим о Яве, идет GVM. Потом идет сервер-контейнер, если это веб-приложение. И только внутри него содержится аппликейшн-код, код вашего приложения. То есть, в общем-то, изоляции довольно-таки много уже. Хуже того, если мы посмотрим на аббревиатуру GVM, то GVM – это, как ни странно, Java Virtual Machine. То есть, в общем-то, как минимум одна виртуальная машина у нас уже есть в Яве всегда. И добавка сюда еще дополнительно докера, во-первых, не дает таких уж драматических преимуществ, потому что GVM, в общем-то, уже неплохо нас изолирует от внешнего окружения. И, с другой стороны, докер-контейнер, как ни странно, не совсем, скажем так, бесплатен. То есть, вот я взял цифры из исследования компании BM. По-моему, года два назад они его делали. Если коротко, то если мы говорим о дисковых операциях использования процессора или доступа к памяти, то докер почти не добавляет оверхеда. То есть, там буквально какие-то доли процента. Но если мы говорим о latency, задержке обращения работы с сетью, то там уже latency вполне себе ощутимая. То есть, там, ну, не гигантская, но, в принципе, вполне там какие-то нормальные доли процента, которые, в зависимости от того, какое у вас приложение, могут вас, в общем, изрядно удивить. Плюс ко всему докер добавляет еще дополнительно, он отжирает место на диске, дополнительно хочет сколько-то памяти, дополнительно добавляет какой-то стартап тайм. В общем-то, последние три пункта для большинства систем не критичны. Ну, как там обычно, диска много всегда, памяти сейчас тоже много, в общем-то. Время запуска, опять же-таки, обычно не критично. То есть, мы как-то запустились, и хорошо, но не для каждой системы это верно. То есть, бывают ситуации, когда и памяти может не хватить и так далее. Ну, плюс на стоимости, как бы, хостинга все это тоже сказывается. Но основной критерий здесь, если вам network latency критично, то есть, ну, там, не знаю, самый такой пример вопиющий, да, когда вы занимаетесь каким-нибудь высокочастотным трейдингом, вот, то докер для вас вообще никак не подходит, прям никак. Так, когда докер действительно нужен, в каких случаях его стоит использовать. Когда у нас разные версии JRE, и хорошо бы JRE тащить с собой. То есть, бывают такие кейсы, когда у вас нужна, вот, прям, для запуска специфическая версия Явы, хорошо ее вместе с приложением упаковать и вместе с нею запускать. В принципе, понятно, что разные версии Явы можно поставить на целевую систему, вот, там, как-то за счет Java Home расписать, там, все такое. Но докер в этом смысле удобен, потому что вы точно знаете, там, точную версию, когда для вас это важно, и все с собой тащите. Также докер может быть необходим, если у вас есть депенденции, зависимости на какие-то бинарные библиотеки, ну, череджиная, например. То есть, эти бинарные библиотеки, ну, не знаю, какая-нибудь обработка изображений там или что-то, ну, в общем, в принципе, бинарники много для чего могут использоваться. И в этом случае запаковать все необходимые библиотеки, вместе с самим Java-приложением может казаться, в принципе, неплохой идеей. Следующий кейс, когда у нас система является такой сложным композитом из сервисов, написанных на различных языках. То есть, у вас есть какой-то кусочек на Node.js, есть там Java, есть какая-нибудь библиотека на Go, плюс еще какой-нибудь машин Ленинг на Питоне. И весь вот этот зоопарк надо долго, тщательно настраивать, чтобы он видел друг друга, там, зависимости, пути, там, IP-адреса. Все это дело надо расписать и потом аккуратно в продакшен поднять. То есть, в этом случае вам докер прям замечательно поможет, потому что делать это без докера, в общем, довольно-таки мучительно. Вот. Ну и последний пункт, который приходит в голову, когда вы используете, например, Kubernetes, и вам нужно при помощи Kubernetes делать оркестрацию системы, то есть, поднимать какое-то количество различных микросервисов. Во всех остальных случаях, в общем-то, Spring Boot, то есть, та изоляция, которую нам дают Spring Boot в наши дни, то есть, вполне себе хватает. То есть, он, в общем-то, неплохо справляется с запаковыванием всего в один джар. И, в принципе, вот Spring Boot-овый джар, он, в общем-то, является неплохой метафорой докеровского контейнера. То есть, понятно, что это не одно и то же, но, в общем-то, по степени, скажем так, удобства деплоя, в общем-то, они где-то идут рядом. Окей, что делать, если вам надо деплоиться в Kubernetes? Да, если есть какие-то прям вот хочется сказать, вот вообще все не так, вот прям срочно какой-то вопрос, тогда не стесняйтесь, говорите. То есть, там можно будет задать вопросы в конце, но если вы чувствуете, что прям вот прям вопрос вас изнутри разъедает, то не стесняйтесь. Окей, что делать, если мы используем Kubernetes? Kubernetes, вообще говоря, очень классная технология, то есть, он позволяет вам примерно из одного места деплоить на разные машины большое количество инстансов всяких микросервисов, управлять этим, делать какой-то автоскейлинг и так далее. Но, и понятно, что если вы используете Kubernetes, то как бы декеризировать это, ну, как бы, необходимо в любом случае. Другой вопрос, что является Kubernetes, скажем так, неотвратимой альтернативой? В общем-то, нет. Существует достаточно большое количество приложений, которые позволяют вам управлять оркестрацией. Причем их в этих приложениях довольно много. То есть, это всякие Puppet, Chef, CFEngine, SaltStack и так далее. То есть, он позволяет вам описать, что, каких сервисов, куда вы хотите задеплоить и всем этим делом декларативно управлять. То есть, Kubernetes, безусловно, хорош, но это не единственный тул, который позволяет, скажем, такие вещи делать. При всем при этом, Kubernetes может добавлять, в общем, довольно значительный overhead, который, скажем так, не каждая система, не каждый проект готов с ним жить. Мой любимый тул – это Ansible. Он, в общем, достаточно простой, декларативный такой, lightweight, не требует каких-то установок специальных агентов и, в общем, довольно-таки синтексис вполне понятный. То есть, если вы посмотрите, там, те, кто знаком с Docker Compose, видно, что тут какие-то есть перекликающиеся секции. То есть, в общем-то, все относительно похоже. И опять же, если вы используете Ansible, то у вас уже нет необходимости все декаризировать, можно вот уже как бы деплоить классическими средствами. Следующая технология, про которую я хотел поговорить, которую мы плавно переходим от Kubernetes – это микросервисы. Что позволяют нам делать микросервисы? Они позволяют нам достигать лучшей гибкости и, скажем так, масштабируемости. Они позволяют нам версионировать API. То есть, ну, предположим, у нас есть какое-то приложение, которое в продакшене уже там много лет, функционал растет, и мы дальше как бы эволюционно API не можем развивать. Мы делаем API версии 2. Соответственно, хотим его задеплоить, но проблема в том, что останавливать все там на какое-то время мы не можем. Система в продакшене деньги нам приносит вообще как бы 24 на 7. Микросервисы позволяют нам версионировать API, имея одновременно в живых там API версии 1 и версии 2, и все это дело как-то даже будет работать там между собой через сервис Lookup. Также микросервисы позволяют вам такую вещь, как Fold Isolation. То есть, если у вас что-то упало, то упавший компонент, скажем так, не ружит всю систему. Микросервисы позволяют иметь вам гибкий технический стек, то есть не писать все монолитное на одном языке, одной версии. А если вам необходимо, вы можете там компонент сделать на одном фреймворке, другой компонент там на другой платформе и так далее. Ну и микросервисы, нельзя не признать, позволяют вам, скажем так, техническим способом решить ряд менеджерских проблем. То есть, когда у вас есть большая команда, состоящая из множества саб-команд или несколько вообще отдельных команд, которые в разных там компаниях, например, работают, то микросервисы позволяют вам вот это вот все многообразие как-то изолировать по отдельным компонентам, которые будут развиваться отдельно, как бы какие-то проблемы одной команды будут справиться внутри отдельного сервиса, а не расползаться по всему приложению. Но микросервисы – это не единственный способ достигать вот этих всех вещей, как ни странно. Несколько десятков лет назад для половины из этих пунктов люди придумали классы. И чуть-чуть позже придумали dependency injection. То есть, если мы посмотрим на какой-нибудь Spring, вот, у Spring, по сути дела, это такая микросервисная архитектура внутри Java процесса. То есть, мы можем объявлять компоненты. Компоненты – это, по сути дела, сервисы внутри программы. У нас есть возможность их делать lookup через auto-wide и так далее. То есть, в принципе, мы получаем все то же самое, только внутри одного процесса, что существенно сокращает различного рода издержки. То есть, класс, обычный Java класс – это тот же самый API контракт, точно так же он нам дает изоляцию и имплементейшн изолейшн, то есть, позволяет изолировать реализацию и так далее. То есть, когда мы говорим, мне неоднократно приходилось слышать риторику, что «Ой, ну нам же надо изолировать детали реализации, без микросервисов нам никак». Ну, блин, вся софтвейн индустрия про изоляцию и реализацию, скажем так. Для этого было придумано сначала под программы, потом процедуры, потом классы, потом микросервисы. Но не обязательно как бы все через микросервисы делать. В общем-то, есть много разных вариантов. Как происходит версионирование? Я решил на этой картинке чуть подробнее остановиться. То есть, вот как это выглядит. У нас есть load balancer, который раскидывает запросы на два сервиса. Один сервис, предположим, у нас версия 1, другой версия 2. Предположим, что внешние запросы они обслуживают одинаково. Но внутри они принадлежат к разным поколениям. Собственно говоря, микросервисы позволяют нам… То есть, load balancer делает look-up, ищет сервис типа А, находит либо первую, либо вторую версию. Мы потихонечку включаем поколение 2. Оно начинает работать, обслуживать реквесты. Все это дело выходит в продакшн. Потом мы тушим поколение 1, поколение 2 остается. Причем все это дело можно проделать, не останавливаясь системы в принципе. С обычным монолитным дизайном такое проделать, ну, скажем так, заметно сложнее. Там, в общем, тоже теоретически можно, но уже не так просто. В каких случаях нужны микросервисы? Возвращаясь к… Да, давайте на этом слайде остановимся. То есть, предположим, у нас есть классическое монолитное приложение. Что я понимаю под монолитным приложением? То есть, у нас есть Java-приложение, которое обслуживает какие-то… Имеет какой-то API, обслуживает запросы, общается с какими-то источниками данных и разбито на какие-то функциональные области. И мы это приложение можем скейлить, то есть, деплоить, например, десяток одинаковых инстансов. За счет этого достигается, собственно говоря, масштабирование. И, в общем-то, такая схема может работать довольно-таки, скажем так, долго и в большом количестве систем без каких-то изменений. То есть, вполне себе все нормально. В каких случаях мы можем захотеть вот это монолитное приложение разбить на несколько частей, на несколько микросервисов? Во-первых, когда вот в этих функциональных областях у нас есть несбалансированное использование ресурсов. Ну, то есть, вот здесь я на слайде рассказал, то есть, видно, что, например, когда в функциональной области А, например, надо очень много памяти. И другим областям столько памяти не надо. Поэтому мы выделяем вот это вот A в специальный сервис, деплоим его на VM-ке с большим-большим количеством памяти, например, и таким образом как бы снижаем общий ресурс-консумпшен всей системы. Там или как бы аналогичный случай, там вот если у нас, например, какому-то сервису надо очень-очень много CPU, то мы делаем то же самое. Мы выделяем его в отдельный микросервис, отдельно его мониторим, отдельно выдаем ему виртуальные машины, когда ему не хватает CPU и так далее. Ну, дальше нам может быть необходимы микросервисы в том случае, если нам какую-то узкую функциональную область надо очень сильно масштабировать. То есть, вот, например, там большинство API-вызовов, например, вызываются со скоростью, не знаю, например, там 10 вызовов в секунду, а какие-нибудь 4 API-вызовы вызываются со скоростью, например, 10 тысяч в секунду. В этом случае масштабировать всю систему, у нас нет необходимости, мы можем выделить вот эти 4 API-вызовы в отдельный сервис, и его масштабировать там на много-много-много-много машин, чтобы он, именно эта функциональная область, обслуживалась с достаточной скоростью. Также, ну, в силу понятных, то, что я уже говорил, нам может быть необходимы микросервисы, если у нас где-то не ява. То есть, например, какая-то функциональная область, ну, там, опять же, например, написано на питоне, потому что какая-то библиотека только на питоне, и мы хотим ее выделить в отдельный сервис, тогда это, ну, как бы это очевидный кандидат. Также мы можем хотеть сделать микросервис, если какая-то часть системы у нас подвержена сбоям, то есть там постоянно что-то плохое происходит. Понятно, что теоретически надо писать программы так, чтобы там ничего плохого не происходило, фолтов не было, все было нормально, но, во-первых, не всегда это получается, а во-вторых, не всегда это возможно. То есть причиной сбоев могут быть какие-то внешние причины, опять же, какая-нибудь используемая библиотека, которая, в принципе, сбои, да, и просто с ошибкой. Как бы мы с ней можно работать, но там раз, например, в день в ней какой-то бах происходит. Соответственно, если мы хотим вот этот бах изолировать внутри какого-то отдельного процесса, чтобы все это дело не валило всю систему целиком, мы можем сделать отдельный сервис, про который мы будем знать, что он периодически падает, но мы с этим окей. У нас есть запасной всегда. И таким образом построить нашу архитектуру. И также мы можем захотеть все это дело разбить на микросервисы, когда, как я уже говорил, у нас высокая, скажем так, менеджмент комплексити, то есть в силу там организации команды какая-то функциональная область, хорошо бы ее выделить в отдельные процессы, пусть она там вот отдельно менеджится. Или, например, какая-нибудь функциональная область делается вообще отдельной компанией, которая живет в отдельной часовой зоне, и каждый день с ними синхронизироваться просто нет никакой возможности, тогда мы это выделяем в отдельный сервис, говорим, чуваки, вот вам API-контракт, используйте его и вперед. Я боюсь, вопрос слишком общий. Тут как бы зависит от того, какой функционал и как у нас API устроено. Обычно, да, самый простой способ делается по пути, то есть мы просто спрашиваем там слэш В1, слэш В2 и дальше он там сам раскидывает. Но, в общем, на самом деле вариантов может быть много. Кто-то, да, да. Просто на ЛБ прописываю. Ну, это самый как бы тривиальный кейс, как бы он не очень интересный, там можно как бы много разного увидеть. Ну, в общем, самый тривиальный путь, да, ЛБ обычно хорошо умеет по пути раскидывать направо-налево, то есть говорим, что все, что слэш В1 кидать вот на те сервера, а слэш В2 вон на те. Ну, на самом деле такая схема может быть нам нужна еще в том случае, если у нас, например, внешний API не поменялся, то есть тот, который использует, например, веб-клиент, он, например, тот же самый, да, а то, что внутри, оно уже там работает, например, по-другому. Мы какой-то инжиниринг сделали. В этом случае можно просто случайным образом раскидывать на все сервера как бы на входе, а внутри там уже вот эти сервера, которые нового и старого поколения, они будут уже пользоваться там своими, скажем так, лукапить уже нужные им версии сервисов. Так, поехали дальше. О, кликер починился. Также очень, скажем так, модный и хороший современный подход – это так называемое реактивное программирование, не реактивное программирование, реактивное построение систем, реактивная архитектура. Я боюсь, что прямо сейчас излагать всю концепцию реактивной архитектуры прямо в рамках данного доклада я что-то не хочу. Давайте будем считать, что, в общем, те, кто знаком, те знаком, те, кто не знаком. Я буквально коротко расскажу. То есть реактивный подход в чем заключается? В том, что мы строим систему, как набор модулей, которые реагируют на входящие внешние события, набор атомарных модулей с четким контрактом, а не, скажем так, не в императивном стиле, когда у нас сервис постоянно крутится и пытается сам чего-то сделать. Это включает в себя, в общем-то, довольно много разных отдельных концепций, то есть у нас сервисы должны быть эластичными, то есть должна быть возможность их скейлить. Они должны всегда быть респонсив, то есть не уходить в себя, там, долго пытаясь вычислить что-то и приходя, например, к клиенту через, там, три минуты говорить вот тебе ответ. Должны отвечать быстро, то есть это вопрос в том, как дизайн и CPI. Они должны, скажем так, должны быть, должны быть, как это сказать, восприимчивы, толерантны к фолтам, к сбоям. То есть если у нас что-то сломалось, система не должна ломаться целиком. То есть система должна уметь себя восстанавливать в случае сбоя одного из компонентов. И они должны быть message-driven, то есть управляться событиями, то есть какое-то событие пришло от пользователя, под событием мы понимаем, в основном, запрос. И дальше запрос обрабатывается, идя по системе, а не на многочисленных, так сказать, таймерах и каких-то таких вещах. Я боюсь, это очень короткое, не может быть, не совсем, как бы, понятное изложение reactive approach, но тем, кому интересно, могут погулять в сети такую вещь, как reactive manifest, в буквальном переводе реактивный manifest, но я боюсь, что это довольно смешной перевод. Вот, там народ довольно-таки вдумчиво излагает данный подход. В чем это выражается, когда мы говорим о Яве? Существует ряд библиотек, таких как Play Framework, ACA, Flux, которые позволяют писать нам веб-сервера, веб-приложения в не императивном, а в функциональном стиле. То есть императивно выглядит как? То есть к нам пришел веб-запрос, выделяется нить, которая, собственно говоря, полностью целиком отвечает за обработку данного запроса. Если, например, процессу надо сходить, например, куда-то к диску или сделать другой HTTP-запрос и так далее, то нить блокируется, ждет, пока запрос выполнится, потом исполнение продолжается. Различные рода функциональные фреймворки позволяют нам делать это все с заметно меньшим количеством нити. То есть когда процессу надо сделать какую-то операцию ввода-вывода, он не блокируется, а просто отдает управление нить, и нить дальше там продолжает обслуживать другие процессы, другие запросы. Слева вы видите пример кода в таком вот реактивном функциональном стиле. Вот основная проблема с танким-подходом заключается в том, что в отличие от императивного, его читать нифига не просто. То есть вот, скажем так, если вот то, что на экране переписать в императивном стиле, количество строчек, наверное, будет раза в два меньше. И, скажем так, код будет заметно попроще, по крайней мере, там глазом будет восприниматься его легче. Понятно, что можно натренироваться и, в общем, любой код воспринимать, но когда мы говорим, что у нас какая-нибудь команда, например, там из десяти человек, и нам надо в команду добавить пять, они раньше с функциональным программированием дела не имели, а скорее всего они не имели, потому что все-таки сейчас в основном все программирование на яве императивное, то, в общем, у вас возникнут проблемы. Плюс, скажем так, просто вот все это, вот это дело отложить в продакшене, искать как бы какие-то проблемы, менять функционал и так далее. Судя по вот текущему опыту, то есть у меня вот два, наверное, проекта, где я такое видел, в общем, скажем так, не все так легко. То есть написать можно, а вот потом поменять и что-то отладить уже заметно сложнее. То есть императивные программы в целом легче поддаются отладке и модификации. При этом, что самое обидное в этом деле, это то, что реактивное программирование не равно реактивная система. То есть если вы будете программировать все на реактивных храмворках, система не будет у вас реактивной. То есть вот этой замечательной картинки вы не получите совсем. То есть одно с другим не связано. Вот что самое в этом деле смешное. Почему? Что позволяет нам делать реактивные фреймворки? Они позволяют обрабатывать нам большее количество запросов при помощи меньшего количества нитей. Ну, все примерно представляют себе, как устроена нить в современных процессорах. Я так знал, на реактивном программировании никто не сломается и уйдет. Это святая корова современного, как бы, айти. Окей, про нити надо сказать пару слов? Окей. Как известно, в современных процессорах есть несколько ядер. Когда-то, в стародавние времена, ядро было одно. Тем не менее, нити все равно можно будет делать много. За счет чего это достигается? Достигается за счет того, что в Intel процессорах, начиная с 386, если мне память не изменяет, появилась такая вещь, как переключение контекста. То есть текущий контекст исполнения процесса можно сохранить, включая регистры, вывод, в общем, все, что присуще процессу в процессоре. Все это дело можно сохранить, достаточно простой, одной операцией, и переключиться на другой контекст, на другой процесс. Дальше другой процесс выполняется, какое-то количество времени на процессоре, и потом его, опять же, тоже можно переключить на предыдущий или на новый. То есть это называется переключение контекста. Таким образом, в процессоре, где у нас, например, всего два ядра, мы можем иметь, например, 15 тысяч нитей, которые благополучно там внутри существуют, не мешая друг другу. В чем здесь засада? Засада в том, что переключение контекста занимает какое-то время. То есть это не моментальная операция, в общем, как легко догадаться. И если нам, например, надо очень часто переключать контекст, то есть нити, например, у нас использует очень мало процессора, очень мало CPU, то есть нити очень короткие. И нитей у нас много, то есть у нас, например, входят, например, 10 тысяч входных запросов, каждый из которых отнимает там буквально чуть-чуть обработки процессора. И нам надо постоянно контекст переключать. В этом случае на переключении контекста мы можем сэкономить, в общем-то, Это, ну, я сам теста не делал, но я видел цифру что-то типа порядка 10%. Я вот, еще раз говорю, то есть эта цифра, она взята откуда-то там из интернета почти случайно. В принципе, она вроде коррелирует там с тем, что, скажем так, с тем, что кажется разумным. Вряд ли больше, скорее всего меньше. И это для нитей, которые вот процессор потребляют совсем-совсем мало. Во всех остальных случаях реактивный подход, в общем-то, какого-то бенефита по сравнению с императивным, в общем-то, не дает. То есть, ну, как бы все примерно точно так же исполняется. То есть, по сути дела, вот это вот переключение контекста в процессоре, это и есть эмуляция вот такого, как бы, подхода. Причем, хуже того, реактивное программирование не дает вам преимуществ в том случае, если у вас в цепочке обработки запросов есть хотя бы одна, скажем так, как нереактивная, нефункциональная библиотека. То есть, давайте представим, что вот у нас входит HTTP-запрос, который входит в какой-то реактивный фреймворк, например, какой-нибудь Play. Там исполняется ваш код. Дальше ваш код использует какой-то, опять же таки, реактивный HTTP-клиент, который посылает HTTP-запрос куда-то еще, получает этот результат, возвращает все прекрасно, все замечательно. Таким образом, не знаю, там 10 тысяч запросов могут обрабатываться тремя нитями без потери темпа. Все замечательно. Но как только у вас есть какая-то библиотека, которая блокирует, то есть, которая требует переключения контекста, а это, в общем-то, прежде всего это GDBC, то использование Play фреймворка, как мы знаем, GDBC сейчас, ну или Mongo даже, драйвера, они, по-моему, тоже блокирующиеся сейчас, мне память не изменяет. То есть, поскольку, как бы у нас сейчас, давайте честно говорить, там 90 плюс процентов всех приложений таки ходят к базе данных, то использование какого-нибудь Play фреймворка вам не даст выгоды примерно никакой. Хуже того, скорее всего, вы там помучаетесь с настройкой количества нитей, в общем, что-нибудь у вас будет довольно хитрым образом в системе сбоить. Но при этом код у вас будет вот такой вот. И даже если вам с ним комфортно, то не факт, что всем вашим коллегам будет тоже с ним комфортно. Поэтому, прежде чем использовать реактивный фреймворк, говорить, у меня все классно и функционально, стоит подумать, как у вас устроена система в целом. Если есть там какой-то компонент, который требует переключения контекста нити, то, в общем, как бы никакого бенефита вы не достигнете. Это очень важно понимать. Окей. А что надо делать, чтобы система получилась реактивной? Хорошо, мы поняли, что вот использование Play фреймворка автоматически система реактивной не делает внезапно. А как получить? Один сервис будет ждать другого. Если мы вернемся вот сюда, то поймите, разницы, вот эта вот ниточка, это вызов внутри процесса, или это HTTP вызов к другому сервису, в общем, большой разницы нет. То есть понятно, что вы в середину сюда можете вставить очередь, и очередь будет там, это все там, например, посылать запросы к базе данных, а база данных через другую очередь будет вам отвечать. То есть нет, в принципе, такое делают. Но если у вас более-менее обычные, скажем так, assumptions, то есть, скажем так, среднее количество времени запросов и скорость обработки, то накладные расходы на вот это вот вкрячивание, простите за термин, туда вот это вот синхронные обработки и так далее, они будут заметно превышать бенефит от такой архитектуры. То есть имеет смысл такое сделать в том случае, если у вас, например, я не знаю, там, обсчет какого-то ядерного взрыва, который делается на кластере из 14 ГПУ, и который происходит, я не знаю, там, 15 секунд на каждый взрыв, ну, неважно, да, то есть что-то действительно долгое, что-то действительно такое жестко блокирующее, да, тогда имеет смысл сделать вокруг этого какой-то микросервис, который будет принимать запросы, обсчитывать, возвращать, и тогда действительно работа с этим микросервисом можно сделать, ну, скажем так, фронт-энд API, можно сделать на там каком-нибудь условном том же флаксе, и там, не знаю, сейчас, по-моему, для всех этих MQ-сервисов там асинхронные обертки есть. То есть это не проблема. Но, скажем так, это не в каждом приложении такое бывает. То есть это надо четко смотреть буквально вот на циферке, да, сколько у вас в среднем занимает запрос. То есть основная гадость заключается в чем? Сейчас я перемотаю на нужный слайд. Основная гадость заключается в том, что прежде чем делать дизайн системы, очень хорошо бы понимать, сколько у вас будет запросов, какое среднее время исполнения, и как все это может теоретически поменяться с течением времени. Если вы этого не понимаете, дизайнить архитектуру, в общем, можно, но могут получиться очень странные вещи. Я к последнему слайду вернусь, с вашего позволения. Как сделать реактивную систему? Во-первых, надо начать с бизнес-требований, как это ни странно звучит, потому что не все бизнес-требования позволяют вам сделать систему, скажем так, реактивной, то есть дизайнить реактивную систему. Давайте, предположим, у вас есть какой-нибудь аукцион, пример немножко синтетический, притянут за уши, я специально его таким делаю, злым, где у вас там делается в секунду много-много-много ставок, и все ставки делаются синхронно. То есть вы делаете ставку, вы должны в том же запросе получить обратно, например, точное значение, ставка прошла или не прошла. Причем это надо возвращать синхронно и вернуть какой-нибудь баланс, к примеру. То есть мы говорим о том, что тысячи клиентов с высоким темпом обращаются, по сути дела, к одной и той же, давайте условно назовем это, ячейке памяти, то есть одному и тому же значению. И распределить их нельзя никак. Обработать синхронно тоже нельзя никак, потому что нам надо немедленно отвечать, ставка прошла или нет. И в этом случае реактивно вы тут особо много ничего не надизайните. То есть тут особо ничего не придумаешь. Поэтому можно, если поработать, например, с бизнес-требованиями и поменять правила аукциона, что в принципе иногда тоже возможно, то в этом случае можно архитектуру системы сделать существенно более гибкой и адаптивной к большой нагрузке. Но это хорошо бы делать еще на фазе, когда мы делаем дизайн системы, а не тогда, когда у нас же требования пришли, и с ними ничего нельзя поделать. Дальше следующее, что это надо делать дизайн данных в стиле, который подразумевает, скажем так, какую-то асинхронную обработку. Потому что если у вас дизайн данных предполагается, что все будет меняться одновременно, асинхронно, транзакционно, и только так, и никаких очередей не предполагается, то есть мы говорим, что любой запрос должен приводить систему в какое-то консистентное состояние, что в принципе не такой плохой контракт, и немедленно возвращать актуальное состояние системы обратно. Но типичный пример в данном случае, то, что я слышал на гугловой конференции, как они в гугле считают различные суммы. Представим себе задачу. У нас есть каких-нибудь несколько миллионов пользователей. Несколько миллионов пользователей нажимают кнопочку плюс один на страничках браузеров. Им надо посчитать общую сумму, сколько они всего эту кнопку плюс один нажали. Ну там за какой-то промежуток времени там. Понятно, что эта система путем реляционной базы данных и апдейт каунтера, каунтера плюс один, очевидно, не решается. Ну то есть до какого-то момента это будет работать, потом оно все сломается, потому что просто база данных так часто не может транзакции проводить. Как такая проблема решается в гугле? Они делают следующим образом. Они группы пользователей объединяют, ну там не погружаясь в пучины, как бы реализация внутри этого апенджена. То есть группы пользователей объединяются и суммируются для групп в каких-то специальных структурах данных. То есть вот эти, например, там условно 100 человек, сколько раз они нажали на кнопочку плюс, суммируются в какой-то там отдельной коллекции. Потом суммируются группы, суммируются группы, группы. И так мы можем заскеллить хоть на миллиард человек. В чем здесь хитрость? Хитрость в том, что в любой момент времени мы не знаем, сколько эту кнопку плюс нажали. Мы можем узнать только потом, когда вся обработка, все суммирование пройдет и закончится. Такое вот дерево. Если мы задизанили данные таким образом, что нам так делать можно, то есть от нас не требует, что у нас одна ячейка в базе данных отражала актуальное состояние, а можно там все это дело распределить, суммировать, промежуточные суммы делать и так далее. То есть в этом случае как бы все нормально. То же самое касается API. То есть если мы задизанили API таким образом, что каждый запрос предполагает моментальный, или там не моментальный, а синхронный ответ, то с реактивной системой особо много не развернешься. То есть если нам надо синхронно отвечать, то вы конечно очередь можете там подсоединить, но придется синхронно сидеть и как дурак ждать из очереди ответа. Но если мы задизаним API асинхронным образом, то есть у нас, например, вместо одного запроса поменять и вернуть ответ, будет три запроса изменить состояние, узнать, как там у нас с состоянием не поменялось, ли чего, и получить результат обработки. Ну то есть классическая такая система. Засадмитил запрос, подождал исполнение, получил результат. В этом случае мы уже можем дизайнить реактивную систему. То же самое касается данных. То есть данные, если мы можем шардировать данные, то есть хранить данные на разных инстансах, то есть сделать вертикальное или горизонтальное протиционирование базы, то очевидным образом нам заметно проще делать систему масштабируемую. Если у нас есть требование, что все данные должны сидеть в одной реактивной базе и ничто, никуда нельзя шардировать, то уже в общем дела намного хуже. То же самое касается дизайна компонентов. То есть если мы можем компоненты разделить на какие-то… Так что у меня голос заканчивается, прошу прощения. То есть если мы можем систему задизайнить в виде отдельных, хорошо гранулированных компонент, каждый компонент с каким-то хорошим контрактом получает какие-то данные, возвращает данные. Причем компонент не обязательно микросервис, это может быть класс, функция, там что угодно. Просто какой-то модуль с четким контрактом на то, как он работает. То в общем-то нам уже заметно проще жить. Ну и если вы все это дело выше сделали, то уже вы там можете использовать очереди, сообщения, и система уже там начинает превращаться в реактивную. Надо ли здесь использовать функциональный фреймворк или нет? Ну сами подумайте. В общем можно, но они не делают погоды по большому счету. То есть неплохо, наверное, в каких-то местах, но это не ключевой момент. Ключевой момент – это именно дизайн системы, учитывающая вот эти основополагающие принципы. И на этом у меня, наверное, все. У меня же голос совсем кончился. Я дальше уже, пожалуй, могу ответить на вопросы только. И для того, чтобы отвечать на вопросы, нам, наверное, нужен микрофон, нет? Да, вот там человек руку поднимал. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. Там был слайд, задавали тоже вопрос по поводу load balancer. Ну, как бы нет особой необходимости. Да, ну ладно, если хотите, покажите. Вы сказали то, что при наличии двух разных версий одного и того же сервиса, в какой-то момент времени можно их удалить, не включая при этом систему. Вопрос номер один. Что вы понимаете под выключением системы? Вопрос номер два. Как именно удаление происходит? Старых версий. Спасибо. Под выключением системы имеется в виду downtime, то есть когда вы заходите на страничку сайта, там пишут, извините, идут работы. Вот в случае, когда мы можем таким образом версионировать, то есть когда у нас построено на отдельных сервисах, в этом случае можно без downtime обойтись. Если честно, это, по-моему, единственный известный способ, как можно сделать действительно 24 на 7, при этом эволюционируя систему. Почему? Могут, глядите. То есть предположим, у нас есть система, не знаю, какого-нибудь условного бронирования билетов. У нас есть приложение в браузере, это one page, какой-нибудь application, который использует какой-то API. И мы хотим, например, какой-то API внизу, какое-то использование с сервисами, которые там в нижней линии находятся, мы хотим его поменять. Причем изменения, понятно, что если контракт API не меняется, то тут вообще все просто, мы просто как бы один сервис там, у нас есть 10 сервисов, мы 5 тушим, 5 новых поднимаем как бы без проблем. Предположим, мы хотим поменять внутренний API, контракт на внутренний API. Чего мы в этом случае делаем? Мы в этом случае добавляем вот это вот новое поколение сервисов и оставляем старое. Новое поднимается, после того, как новых наросло достаточное количество, мы старые тушим. Как бы для клиента, который продолжает слать запросы, ничего не меняется. И API, который внешне, он очевидным образом должен оставаться то же самое, но или как-то эволюционировать. Или должен эволюционировать вместе с клиентом. Но мы можем, например, сделать, если мы говорим о вебе, это может быть веб-клиент, версия 1, версия 2. Пользователь зашел, загрузил уже новую версию 2 и работает с новым поколением. Там какое-то количество старых останется, но они, как бы, в силу понятных причин не могут оставаться вечно. То есть там, в принципе, в какой-то момент они все там уйдут. Еще вопросы? Да. Сейчас. Можно? Насчет того углового алгоритма. Как именно они делали группировку и как вообще эта группировка хранится? Я сейчас боюсь, я, блин, зря этот пример привел, надо будет слайд. Просто на пальцах объяснять довольно сложно. Давайте предположим, что у нас есть миллион пользователей. Предположим, каждые 100 пользователей мы обслуживаем отдельным сервисом. Соответственно, у нас есть на миллион, сколько получается там, например, 10 тысяч сервисов. Каждый сервис хранит внутри, то есть, как сказать по-русски, персист сохраняет на состоянии количество кликов, количество плюсиков. Ну, нет, как раз LB прекрасно с этим справляются, современные. То есть, лот-баланс. Да, хоть в базе, господи, это несущественно. То есть, ну, в гугле для этого есть такая вещь, как big data, big tables. То есть, это такая глобальная распределенная таблица гугловая, где хранится вообще все данные там по ключу, доступ к ним. Вот, ну, то есть, не знаю, там, вам знаком какой-нибудь Redis там или вот. Представьте, что у вас есть Redis, который сбалансирован на несколько нод, и у каждого там своя коллекция. Соответственно, за счет того, что нод много, каждый кусочек будет попадать на отдельную ноду и там как-то балансироваться. То есть, в данном случае, как бы, когда мы говорим о балансировании и построении системы, нам, в принципе, способ персистентности не так существенно. Это может быть хоть реляционная база. Давайте представим, что у каждого из этих там 10 тысяч сервисов маленький реляционный MySQL стоит, где он сохраняет вот этот плюс один. Под ними 100 этих вот сервисов объединяются в группу еще там следующего поколения. И следующего, следующего, следующего. В конце концов, у нас на самом последнем звене может стоять MySQL слабенький-слабенький, к которому будут приходить данные, агрегированные уже вот от этой всей структуры. То есть, построение масштабированных систем трюк как раз в том, что вы строите обработку таким образом, что она может строиться, как бы производиться очень слабыми узлами, но это достигается за счет снижения, скажем так, контракта. То есть, вы в такой архитектуре в какой-то момент времени не знаете, сколько там накликали. Вам надо подождать, пока эта вся волна пройдет. Все обсчитается. Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В начале мы обсуждали докер и была информация о том, что докер добавляет оверхеда. Помимо всего прочего, то есть, помимо своих плюшек, он дает оверхед на выполнение в каком-то роде. И потом мы переключаемся на реактивное программирование, на очереди и на микросервисы. Микросервисы тоже добавляют оверхеда. И особенно если переключение идет на общение с сообщениями, им киушки и вот это вот все, стоит ли оверхеда от этого счастья плюсов именно в общем итоге? Ну, вот возвращаясь к этой картинке, как бы да, добавляют, как без этого. То есть, у нас был один из заказчиков, у которого была интересная штука. Они изначально делали микросервисы на Ruby, причем прям идеологически выдержанные очень микросервисы. То есть, там каждый чуть ли не какую-то атомарную функцию выполнял. Причем там, если боюсь соврать, там был отдельный сервис на запись, отдельный на чтение. То есть, там прям идеологически выдержано было просто офигенно. Все работало, все хорошо. У них там в системе было, по-моему, порядка 250 различных микросервисов. Беда пришла откуда не ждали. Они интегрировались там с третьисторонней системой, у которой был жесткий контракт. Когда она посылает запрос, надо дать ответ в течение 3,5 секунд. Если ты в 3,5 секунды не успел, все, ханам, можно дальше не отвечать. И они в эти 3,5 секунды не укладывались. И они убили, наверное, несколько месяцев. Я, конечно, сейчас цифры боюсь обмануть, дело было давно. Пытаясь, собственно говоря, вот эти 3,5 секунды свою систему впихнуть. И там все было довольно-таки жестко и кроваво. Ну, как бы да, микросервисы, безусловно, добавляют. Поэтому, в принципе, если вы можете оставаться с монолитным приложением, то лучше оставаться с ним. Но если у вас один из кейсов, который здесь нарисован, то хочешь не хочешь, придется разделять. Ну, понятно. То есть, в принципе, именно отдельные части, которым это необходимо, можно выделять, а остальное можно оставить монолитом. И, в принципе, будет хорошо. Именно это я и хотел идею донести. Потому что, возвращаясь вот к этой картинке, в принципе, когда у вас вся обработка происходит внутри одного процесса и это работает, то есть вы можете построить свою систему таким образом, что у вас есть один Java процесс, который, в принципе, обрабатывает все запросы и там всех ресурсов, всего ему хватает. Прекрасно. Оставайтесь так. Хорошо, спасибо. Добрый вечер, Денис. Спасибо за отличный доклад. У меня небольшое уточнение такое. Можно вернуть на слайд, где большой пайп стрима? Обработка, ну, вот эта нить была, которая функциональная, которая неудобная. Вот этот? Нить, где была. Нить? Ну, код, да. Вот этот? Да. Правильно ли я понял, что вы сказали, что это можно переписать в императивном стиле в два раза короче? Ну, честно сказать, за цифру 50% я прямо сейчас кровью расписываться не готов. Ну, короче, как бы. Не получится? Просто, да. Так же? Ну, плюс-минус. Ладно, может, примеры неудачные, хорошо. Я поменяю. Но есть, скажем так, я из живого проекта примеры не мог приводить, но вот в том коде, который я прямо сейчас, с которым борюсь, там вот как раз в два раза. То есть это я просто из интернета какой-то код взял нейтральный, который вот такой. Ну, вообще, как бы, вот эта вся идея, она признана как раз сократить и упростить понимание кода. Тут небольшое такое противоречие. Возможно, но не получается. То есть на практике, вот то, что я пока видел в исполнении, вот как бы вживую, пока получается наоборот, как-то упрощение и сокращение не происходит. Ну, хотя в теории, наверное, да. Ну, если бы это было на скале, это было бы явно намного лучше. Ну, а на Лиспе, наверное, еще хорошо, еще замечательно. Ну, не знаю, давайте не будем шутить шутки по функциональной языке программирования. Я их знаю очень много. Спасибо. Все, давайте тогда на этом заканчивать. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok